всем большой привет давайте посмотрим на косметичку которую я собрала на август месяц до июля еще не закончился но у меня есть на то свои причины чтобы чуть пораньше снять косметичку но будет она где-то в первых числах августа в любом случае поэтому я косметичку снимаю чуть заранее и надеюсь вам она будет интересно поэтому всем кому интересно такого рода видео я приглашаю вас к просмотру наливайте кофе вкусняшки давайте будем смотреть что же какие продукты я взяла свою косметичку хочу сказать как бы такую не то чтобы информацию да то что ходят слухи что якобы youtube могут закрыть уже этой осенью поэтому я постараюсь не забыть оставить ссылочки на свой телеграм-канал на свой канал яндекс цен и я пока думаю насчет площадок рутуба и века но не факт что я буду там делать так сказать свой канал я вообще насчет этого буду думать поэтому если вы не хотите со мной потеряться и как бы хотите дальше продолжать наблюдать за моим так сказать неким творчеством в кавычках поэтому переходите в телеграм-канал добавлять туда я скидываю все свои новинки косметику если у вас есть какие-то камни вопросы можете задать мы там сами пообщаемся поэтому всем буду рада вот ссылочки я оставлю и переходите будем с вами общаться дальше и так сказать плотно сотрудничать ну и давайте будем начинать косметичку по традиции всегда я косметичку начинаю с лаков для ногтей у меня их всегда три штучки давайте посмотрим какие лаки я взяла на этот раз сразу говорю на маникюр сильно внимание не обращайте меня тут посетила некая какая-то странная муза в общем что-то в голову стукнуло я сделала что-то непонятное на своих ногтях ну да ладно и так первый лак у меня будет тот марки и мэйблин серия колорама вот такой вот он как бы откуда охранной с розовым переливом я скажу номера 34 но их сейчас вроде как уже не продают то есть все это линейки как бы уже нету это будет первый лак потом взяла я конечно же темный лак от golden rose вот такая вот пирамидка атаку темный бордово сливово коричневый что ли не знаю как правильно его описать у меня лак в тоне а вот 148 вот такой вот лак так я добавил свету потому что у нас на улице пасмурно кольцевая лампу к верне кольцевую лампу прибавить не могу потому что у меня одновременно не работает и камера и получается включена кольцевая лампа и она очень быстро начинает перекрываться почему-то не знаю и третий лак тоже серия колорама уже 60 секунд сохнет этот лак в номер 77 вот такой вот розовенький поэтому вот такие вот три лака у меня будут на месяц август буду с ними играться так у меня тут под рукой и база у вернее за не закрепли фиксатор для макияжа что я начинал на начиная заговариваться простите это бьюти бомб это из проекта project п вот я и тут осталось немножко пытаюсь использовать давайте вот так рядышком поставлю просто чтобы она мне не мешало так ну давайте по базы у меня в основном будет будут как бы из проекта продукты но не основном но немалое количество и потом август это месяц как раз таки на упор этого проекта то чтобы потом в конце августа сделать еще один отчет по проекту поэтому на некий продукт я буду делать как бы основное внимание этим продуктом уделять давайте вот так вот вам покажу сразу три базы чтобы мне их по отдельности вам не показывать это белита витекс это литуале этого реаль то есть они у меня работают постоянно я их чередую ну вот но как такового эффекта от вас на своем лице я не вижу для меня вы знаете тот же самый просто обычный дневной крем для лица делать такой же эффект как и эти базы поэтому я хочу просто беспользовать и с ними запрощаться потом я перехожу к вернее уход за губами так скажем да в кавычках у меня будет тоже из проекта это блеск от мэрилин в первом оттенке вот такой вот один блеск потом от от лавэль вот такой вот блеск персиковый и от ясно супер шестерлась тоже вот такой вот блеск я всегда наношу перед макияжем пока я делаю так сказать макияж глаз макияж лица и так далее у меня все это работает на моих губках когда уже наношу основной продукт на губы либо это блеск либо эта помада я естественно эту беру тюмета как уход за губами идет потом я оформляю брови в бровях у меня тоже все как бы без изменений единственное изменение будет одно я покажу без изменений у меня остается помадка для брови анастасия beverly hills которую я пытаюсь тоже до использовать то нам не есть моя палетка от марки флор я кстати хочу повторить вот эту именно палетку это по моему третий оттенок я нашла и на в адресе если кому-то интересно я ссылочку вам в комментариях мне напишите ссылочку я вам оставлю у меня сломалась крышка упор я делаю на вот этот вот оттенок и спойлер у меня пробита донышко вот в этом темном оттенке давайте сводчики сделаю не хотел честно говоря делать сводчи но сделаю потому что есть новый продукт относительно новый поэтому я сделаю сводчи светлое делать не буду я его да вот смешиваю с вот этим вот оттенком мы добавляем на начало брови так это у меня так и еще одна палетка это вот такая вот палетка от марки фарас она у меня есть в номере 03 они еще по моему представлены на сайтах озон был берез по моему яндекс маркет они есть не помню точно и я вот этим вот оттеночком тоже как бы при темня и вот этот оттенок то есть я смешиваю вот этот оттенок вот этим и я здесь увидела донышко то есть вот эти два продукта которые в которых у меня появились донышки я хочу добавить в проект project пэн и тоже их начать добивать как она будет палетка это такой вам небольшой спойлер к следующий на следующий отчет так давайте положу здесь вот сделаю сводч так камера мне они нравятся с огромным удовольствием ими работаю брови получается хорошими быстро относительно делаю такие вот три оттеночка так раньше я всегда не понимала как люди могут делать брови помадками там тенями мне всегда было удобно делать карандашом но сейчас как-то я вот приноровилась приловчилась и мне стало это очень даже удобно и закреплять макияж бровей на макияж правильно я буду добивашкой опять же таки из project пена это стеллари вот такой вот гель прозрачный мне нравится кому-то он не подходит но я к нему привыкла настолько что я пока на данный момент времени больше не хочу экспериментировать не хочу ничего пробовать меня он полностью во всем устраивает так потом давайте посмотрим с вами базы под макияж я вам показываю база под макияж в плане макияж глаз на имеется я показываю вам так как я делаю макияж в той последовательности в которой я делаю свой макияж у меня их три участка 4 4 основная моя добивашка это color pop 45 оттенки инфинити white вот и и тут каплика осталось тоже пытаясь как-то на нее подналечь и уже закончить ну потому что вот осталось прям крошка 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 также пытаясь использовать вот эту вот базу это было кстати тень но я использую как базу а вот такая вот от ruby rose давайте вот став положу чтобы она не потерялась потом такая малышка от летуаль который мне безумно нравится у нее на липкая основа и тени держится очень очень хорошо на такого как консилерного типа и хорошо кстати говоря кроет века и как базу под и тени пытаюсь использовать nc или нчн наверное цепиус у меня у меня стала вытекать из этой однушки масло то есть у него вот если увидите прям видно сверху масляная основа вот видно я не знаю почему дома нет прям жарко но вот выделяется вот это вот масло хотя раньше до этого не было возможно как бы но потому что сама текстура такая как бы масляная и скорее всего тут масло просто перелили наверно в эту однушку еще я не знаю в чем здесь проблема на такая то охранная и как раз таки под зеленые макияжи я использую вот эту вот тенюшку как базу под именно зеленые оттенки теней но с ним тоже не надо много и и он наносить потому что иначе будет все скатываться так как основа маслянистая и просто все тени у вас катаются если толстым таким плотным жирным слоем нанесете тогда до макияж ли глаз у вас долго не продержится давайте наверно немножко поменяем теперь схему да если раньше я показывала тени для глаз теперь давайте я буду пока сначала все для лица потом на самое сладенькое покажу тени и средства для губ хорошо так для лица у меня из проекта остаются фитми на добивание господи забыл как слово называется это мейбелин фитми я уже говорила что мне не особо данный продукт нравится и действительно классный продукт татаре фэм который я полюбила просто всей душой я добавила в проект проект паната джордане gold у меня в оттенке а его реку 41 329 я думаю что они еще есть классное средство просто великолепное мне она очень-очень нравится и я с большим удовольствием им пользуюсь давайте вот так вот поставлю так наверное мы сейчас своими сделаем вот так потому что для губ у меня просто много продуктов всегда чтоб немножко место сэкономить сэкономить консилер у меня один из проекта это катрис камуфляж они сейчас перевыпущенные по моему в сиреневых баночках или в каких розовых я не помню вот так у меня его остается еще достаточно много но его и не нужно сильно густым слоем наносить под глаза потому что он очень очень плотный так пудры у меня будут три пудра тоже все из проекта добивашка это ламель осталось вот тоже тут ее совсем немножко надо уже использовать и выбросить рассыпчатая марк простите рассыпчатая пудра от марки туз тоже вот ее убавлять потихонечку пользуюсь нравится как чисто соло на лице мне она не совсем нравится потому что она немножко мукой смотрится а вот если чисто на тональное средство то да мне она так нравится больше и вот это вот пудра от марки хиан или хиан матовая вот эта компактная пудра которую тоже я ввела в проект прозрачная в 501 оттенке что я могу по ней сказать я и пользуюсь буквально несколько раз вот опять же таки здесь наверное та же самая история как и с маркой туз когда я ее наношу соло на лицо то есть без тональной основы у меня бывают такие дни когда мне просто некогда наносить тональную основу нужно быстренько оформить лицо а мне она не совсем нравится она как бы немного выбеливает лицо и смотрится как бы такая знаете матирующая ну да она дает мотирование но опять же таки все это смотрится немного мукой на лице как будто нанесли муку как бы так вот выбеливает лицо вот мотирование долго она мне для моей для моей жирной кожи она не дает то есть у меня как бы достаточно быстро появляется вот этот вот жирный блеск на моем лице и мне как бы вообще пудры никогда не хватает то есть если например я делал макияж с самого утра то мне нужно я не знаю раз пять десять а то и пятнадцать за день припутаться потому что кожа жирнится просто ужасно быстро вот и какая бы ни была супер матовая тональная основа супер матирующая пудра меня ничего не спасает так еще что по оформлению лица это давайте я вам покажу палетку деваж мне эта палетка понравилась она в одном единственном оттенке экземпляре по моему сейчас они еще есть а вот такая вот тарелка мне почему-то нравится вот такие вот такое вот оформление палеток вот для меня это какая-то знаете простая эстетика не знаю не могу объяснить вообще мне безумно нравится здесь два хайлайтера скульптур и румяна давайте посмотрим текстура мне здесь нравится палетка реально хорошая очень быстро с ней сделать макияж лица пятен на лице я на своем не обнаружила когда я с ней делала макияж хайлайтеры мне нравятся и первый и второй кому-то в этой палетке не нравятся хайлайтеры но мне они понравились вот такая вот палетка с огромным удовольствием ой господи простите пожалуйста ой спецэффект никуда без спецэффектов забыла что хотела сказать многие эти палетки покупали многими многие этими палетками остались довольны так меня отвлекли давайте покажу хайлайтер румяна скульптор и хайлайтер вот такие вот 4 оттеночка в этой палетке и не обошлась я только этой палеткой мне еще захотелось взять бронтер который мне тоже очень понравился я его брала не раз это вот такой бронзер от марки шарм написано что это хайлайтер а здесь написано что это бронзатор медный в 0 3 оттенке но это понятно что это никакой не хайлайтер да понятно что это бронзер он он с подсвечивающим эффектом идет вот мне нравится как он смотрится на щечках он не пятнит он замечательно ложится на лицо на щечки на скулы и очень очень хорошо смотрится давайте вот сюда нанесу что отряду что просто уж места мне нет вот красивый мне нравится особенно на загорелую козу смотрится просто замечательно у меня лицо немножко подзагорело хоть как-то лето у нас не особо нас в этом году радует своими теплыми деньками но вот пару дней солнечных было мы как раз ходили на речку немножко позагорали и лицо тронулось загаром так сказать забыла вам показать туши давайте быстренько просто пробежаемся я не буду останавливаться подробно мне все эти туши каждая по-своему нравится и я ими пользуюсь удовольствием то есть от них напряга у меня нет база под тушь от эвелайн вот такая вот синенькая остается как обычно потом не оригинальная тушь от кабаре премьер вот такая вот хоть это и не оригинал но очень хорошая тушь в плане подделки а вот такая вот тушь от триумф косметик я не буду показывать кисточки щеточки они практически везде одинаковые то есть там где-то немножко закругленная такая бочоночком где-то такая тоненькая но все щеточки абсолютно удобные оникс блэк маскара вот такая вот от стеллари мне тоже кстати понравилось ну и просто мой вообще фаворит моя любимица это париса вот вот поэтому такие вот туши ну и что касается для глаз давайте покажу вам однушки однушка от фарес вот такая зелененькая в двадцатом оттенке она муссовая текстура вернее у нее муссовая текстура и я ее взяла как бы больше как базу под макияж опять же таки под зеленые под такие вот тени потому что эти тени так же как генсы они имеют свойство скатываться но сам оттенок очень красивый так давайте вот сюда что ли нанесу куда нанести так давайте немножко я подвину вот так вот не буду сильно большие свотчи делать вот такая вот на пальчике еще осталось красота такая вот зеленая буду пробовать в качестве базы под тени пигмент взяла вот такой синий от лагмани вроде так называется марка у меня в номере А18 такой вот синенький почему-то мне захотелось именно его взять здесь прям его много так попробую сейчас еще набрать его на пальчике сделать все лучше давайте попробуем многовато набрала ну да простите за неровный свотч но неудобно а он красивый он красиво переливается его тоже конечно на какую-то подложку потому что у него такая темная черная база и ну даже такая темно-серая я бы сказала и вот эти вот синие блестки поэтому ее нужно на какую-то подложку этот пигмент наносить но смотрится он красиво макияжи все буду пробовать вообще хочется узнать ваше мнение вот я выставляю видео ну такие шорты да нравится вам вообще макияжа может быть кто-то подхватывает идеи повторяет просто чисто интересно ваше мнение на этот счет просмотров кстати не прям много но я рада что они есть находит отклик у моих зрителей так еще что по однушкам взяла вот такой вот от латуаж в номере пятьсот девятнадцать мне эти однушки не очень понравились я не помню почему по моему они плохо переносились на века вот на пальцы на свотч они переносятся хорошо а нанести на века мне как-то было сложно почему-то я не помню вот почему и я решила их еще раз взять протестировать то есть вот так вот на свотч все замечательно а на веке и как будто бы не видно не знаю в чем дело может просто я какая-то рукожопа вот и практически подобный оттенок только он по моему немножко посветлее будет это пятьсот двадцатый а вот такой вот я себе хотела еще прикупить из этой серии мне там синий по моему зеленый понравился если я правильно помню оттенки цвета но пока я в раздумьях стоит или не стоит буду тестировать буду смотреть потому что как-то по моему вот этим вот оттенком я разочаровалась навеки его вообще абсолютно было тяжело перенести и как-то его и не видно было и он кстати по текстуре намного такой более тугой более плотный спрессованный нежели чем предыдущий темней который оттенок и красивую сияшку я взяла от марки айскрим космик у меня в номере один саншайн так давайте откроем вот камера конечно она дуохром из такого золотого в зеленый я не знаю сейчас будет ли вам виден этот дуохром скажу честно я бы вот эти все однушки повторила бы вот 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 так ну-ка давайте мы выключим сейчас вот этот вот свет и я попробую показать вот этот вам на пальчики он очень красивый но нет он не показывает эту дуохромность конечно она есть поверьте мне она есть вот если вам вот так вот покажу вы увидите что есть такой зеленый как бы отблик вот он виден да такой голубоватый зеленый вот так лучше будет видно давайте вот без освещения дополнительного покажу то есть здесь как вот такие крупноватые блестки имеется вот в этом оттенке вот и текстура вот у этих заметно отличается на swatch ну вот так вот покажу это еще не все подождите это я просто вот показываю без дополнительного освещения ну и ногти мои без дополнительного освещения если кому-то интересен мой корявый кривой просто маникюр ой минута позора просто ну ладно едем дальше кстати иногда я очень крайне крайне редко выставляю свои маникюры в телеграм-канале у себя на страничке поэтому добавляйтесь посмеемся вместе еще взяла вот такую вот четверку от фарос в одной мере 06 мне почему-то захотелось синих оттенков меня в последнее время прям мне нравится вот синие макияжи зеленые вот такая вот палетка я думала отдать ее не отдать но мне так понравился вот этот вот оттенок что я не смогла ее расхламить хотя очень хотела я что у меня подобных оттенков в принципе много но почему-то вот рука не дала отдать здесь такие вот оттенки поэтому я и буду с огромным удовольствием пользоваться палетка действительно хорошая чуть-чуть снизу вам нарисуем макияжей впереди будет много интересных вот поэтому кому интересно то добавляйтесь и ну на цене я не особо активно крайне редко что-то там выставляю в основном это телеграм-канал я не забуду оставлю ссылочку если забуду напишите мне в сообщениях я обязательно вам ссылочку прикреплю по теням это не все у меня тут разгуляют в тенях тоже еще одна палетка как дополнение это такая вот ламела у многих эти палеточки есть информация никакой нет я не по-моему заказывала на сайте казани экспресс эту палеточку у меня была еще одна палетка от этой марки но она у меня разбилась и мне пришлось ее выкинуть там был очень красивый оттенок но он был фактически один в один с вот этим вот один и тот же оттенок здесь вот такая вот палитра есть глиттер не знаю тут вот есть ли смысл вот это свочить светлый оттенок такой розовенький припыленный почему-то я знаю почему меня заинтересовала именно эта палетка вот заинтересовала она меня именно вот этим вот дуахромным красивым оттенком но и вот эти вот оттенки тоже как бы не обошли мое внимание поэтому я решила что я хочу эти палетки эту палеточку попробовать протестировать даже если она мне не понравится зато как бы цена у нее была такая ну так скажем очень хорошая очень хороший светлый оттенок тоже красивый оттенок и давайте вот сюда нарисую я вот этот дуахромный оттенок вот жалко что камера не передает всю ту дуахромность которую вижу я такая вот красота вот это вот с этим смотрится уже так ну если так вот я вам покручу видно да что есть такая дуахромность из-за сиреневого зеленый так давайте я сейчас пальчики вытру так теперь остался вот этот бордовый тоже красивый люблю кстати бордовые макияжи меня периодически накрывает на них глиттер я не буду делать я просто потом от него не отмылась эти глиттеры кстати говоря вот этот вот глиттер это у меня глиттер из палетки фарос для глаз если что вот палеточка пылит мягкие по так сказать по на ощупь оттеночки мягкая текстура так давайте я вот сюда вот ее продолжу вам ой ой что-то как-то я переборщил чуть-чуть но лучше переборщить чем вообще ничего не будет видно я не люблю простите мне открыто окно музыкальная пауза я не люблю когда бьюти-блогеры показывают например какие-то красивые палетки там еще что-то и такие жадные сводчи на палец наберут чуть ли не полрефила а на сводч передадут вообще без нажима просто кое-как и непонятно что это за сводчи я люблю чтоб сводчи были сводчами иначе тогда смысл вообще их показывать так и еще одну палетку я взяла да это не все и также я не люблю когда например снимают project pen показывают результаты и непонятно если они например фото не вставляют я например не понимаю смысл смотреть если я не вижу результат а вспоминать например ролик там двухмесячной давности я просто не буду поэтому ну для меня немножко это как бы не есть норма так и палетка beauty bomb которую я тогда урвала по хорошей скидке акции есть такой с котиком есть с черепом я не хотела брать с черепом но когда я увидела вот этот вот оттенок тут и зеленый в общем короче я сначала схватила с котиком но пришла домой и поняла что мне еще нужен с черепом поэтому я взяла еще и с черепом это у меня ноль вторая палетка она чисто осенняя это такая вот знаете золотая рыжая осень вот что-то из вот этого вот но так как извините меня у нас последний месяц лета уже дело близится к осени у меня какое-то знаете настроение осеннее да и собственно говоря у меня все лето так сказать это настроение присутствует а вот такой вот давайте посмотрим вернее сводч такой вот рыженький ну такой тепленький оттенок не то чтобы рыженький и вот этот вот с блесточками оттенок красненький если сегодня я успею я сделаю макияжик ну в смысле не этой косметичкой а пока что еще июльской вот этот очень красивый оттенок он такой знаете апельсинчик такой осенний апельсинчик на самом деле я люблю такие вот оттенки я девочка и теплая и в то же время прохладная то есть у меня такой знаете тон кожи как бы есть и теплинка есть и что-то прохладное поэтому мне все оттенки по сути идут так как это у меня слабо переносится все остается на пальцы но текстура такая знаете не мягкая имеется ввиду ой какой красивый оттенок вай 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 какая красота так так я вот этот оттеночек немножко поднесла они прям таки знаете плотно спрессованные так как раз таки вот с этим будет хорошо смотреться так так стираю свочи и смотрим дальше есть есть вот такой сайте вот здесь уже мягкая текстура вот у таких сатиновых шиммерных оттенков у них текстура мягкая а у матовых она такая прям плотно плотно спрессован ой вай 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 как же я люблю вот эти зеленые оттенки это просто это что вот этот меня вообще просто покорил оттенок он хлопьями набирается на самом деле вот видите в нем есть такие как вкрапления вот если вам будет видно вот вот этот зеленый очень красивый такая вот палетка ну в общем захотелось мне ее себе взять давайте нанесем это светленький оттеночек ох красота так рыженький оранжевенький и вот этот вот как хлопушками такой оттенок он будет я думаю поджевывать веку но вот вам не видно конечно он такой знаете у него жемчужный перелив вот не видно вам к сожалению в общем вот такая гамма оттенков для глаз для макияжа глаз у меня будет на месяц август то есть меня уже тянет что-то такое осеннее темное уютное не знаю как это еще можно назвать ну вот куда-то уже осень меня уносит вот хотя знаете я последние вот год года своей жизни вот последние два года своей жизни почему-то стала любить осень знаете даже стала любить зиму что для меня не свойственно как бы вот но вообще мое любимое время года это лето но почему-то вот мне стало уютнее именно почему-то в осени в такой вот золотистой теплой окутывающий какой-то такой домашним уютом осенью не знаю не могу объяснить вот что-то вам не меняется так давайте я сотру вот эту красоту и буду вам показывать средства для губ вот такая вот красота у меня будет для лица и для глаз стирая сводчи и смотрим помады так ну что у нас сами остальные средства для губ я их наверное буду складывать вот сюда потому что место у меня просто нету так давайте смотреть средства для губ будет не сильно много но нормально беру вот такой блеск бриллиант шайн от марки шарм по-моему 39 номер или он просто не да от шарм вот давайте нам блески я буду показывать вот здесь потому что еще минутка музыкальной паузы большим так нарисую потому что на другой стороне и руки там будет не особо видно но это не такое про блеск просто таки знаете полупрозрачный блеск на губах и просто красивые переливающиеся блестки в расфокусе видно на что сияет они действительно как такие маленькие мелкие бриллиантики так давайте вот сюда буду складывать подвину я но на губах смотрится красиво но эффекта вау какого-то вы не увидите а матовую помаду взяла магнифика венса она мне безумно нравится я наверное ее добавлю в project pen алё гараж ловись потому что ее здесь на самом деле осталось немного двести десятый тон мне она безумно нравится как она смотрится на моих губах а помадки я вам уже буду показывать вот на этой стороне зря я конечно устала здесь ну ладно красиво а на губах смотрится просто невероятно очень классный оттенок что же в камере таки вот мне безумно нравится вообще эти помады они ультракомфортные они приятные мне губы честно скажу не сушат хотя матовая текстура обычно губы сушат так помада господи у меня открыто окно тут все громко простите пожалуйста это пати белар дизайн 137 оттенок в красном таком футляре так я тут вся извачкалась не оттерлась как хрюшка просто прошу прощения вот такой вот оттенок мне очень нравится я такие оттенки люблю мне такие оттенки идут давайте здесь нанесу она чем-то плюс-минус схожа с предыдущей помадки но так как это кремовая формула и она немножко в сиреневинку мне кажется уходит но оттенки плюс-минус чем-то да схожи вот красивый оттенок помады люблю ну то есть видно да что меня куда-то потянуло вот в осень так следующая помада у меня от руби роз это номер двести четырнадцатый вот такая помада хорошо смотрится на моих губах не прям в бену не прям такой барби-барби смотрится хотя на самом деле оттенок барби-шни то есть это больше блондинкам но под определенный макияж эта помада смотрится очень даже здорово так я немножечко подвину так вот чтобы было видно так фокус вот такая вот еще что по помадам серия Balmain от L'Oreal у меня есть Urban Safari это такой нуд который на каждый день матовая помада давайте вот здесь нанесу не очень честно говоря люблю такие оттенки но иногда под какие-то такие а-ля темные зеленые смоки очень хорошо и выигрышно смотрится на губах но губы может выбеливать поэтому я под такие оттенки наношу карандашик чуть потемнее карандаши не покажу потому что из проекта проекта моя просто а нет это другая помада эстрад в номере 110 вот такая вот тоже красотка очень красивая вот это давайте покажу вот мой любимый оттенок оттенок не очень какие-то симпатичные сводчи получаются но уж простите как есть давайте немножко подвинемся потому что помадок будет ну немало а место немного еще помадка финнель в 14 оттенке ну то есть меня вот видите куда-то прет в такое вот весна тире осень вот такие вот оттенки это тоже матовая помада гамма плюс-минус где-то схожа где-то чуть розовее где-то чуть сереневее но плюс-минус гамма оттенков похоже такая уже глубокая осень а-ля зима в номере 50 наверное читается так вот эта помада уже да она прям так сушит сушит губы но она очень-очень стойкая такой прям оттенок ну я бы сказала уже глубокой осени да осень зима так так блеск риммель у меня вот такой вот есть 330 сног или сног просто читается не знаю как правильно я в совершенстве английский не владеет и не в совершенстве тоже так давайте я но так как это не полупрозрачная блеска все-таки с оттенком я нанесу его вот сюда надеюсь вам будет видно вот да куда 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 так еще мэйбелин вот это вот их красная тоже старая серия в номере 721 пенки беж вернее пинки беж но опять-таки да вот как пангама вот это вот это вот этому ближе вот блеск красивая помада кремовая фаррес такая вот у меня есть помада у меня номер 622 она матовая и опять-таки из вот этой же серия оттенков в основном такая нежность и есть вот одна такая яркая помадка малышка от мэрилин в сотом оттенке прям такая малышка малышка это такая вот загорелое 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 лето а-ля осень для меня наверное это как больше как блеск помада наверное не столько помада сколько блеск потому что мне кажется она будет больше блеском выглядеть чем как помада но решила взять лежит забытая помада макс мар у меня в ноль десятом оттеночке вот такая девяностые перламутр крупные блестки ну знаете тут уже на любителя вот кому-то идет кому-то нет нет как говорится колхоз делал добровольное а липглос париса в номере 33 блеск для губ так сейчас немножечко вытру чтобы так ну это такой нюд теплый нюд давайте вот сюда положу вот так вот еще максмар помада в номере 033 это уже такое коричнево коричневые бордовые настройки ну типа коричневая бордо что ли бургунди хер не знает как правильно но красивые тоже осенний такой оттенок опять все таки на любителя кому-то такое идет у меня по настроению давайте так скажем так ну вот как я уже сказала плюс-минус похоже и два блеска я взяла это эстрад вот такой вот розовенький чтобы камера выловила 305 номер давайте вот здесь покажу все таки здесь оттенок плюс-минус есть поэтому ну его не особо видно давайте еще здесь нарисую тоже тоже рука немножко подзагоревшая поэтому не знаю насколько это будет конечно видно но это такой знаете красивый сатиновый оттенок красиво прям красиво куда тебя положить вот такой вот розовый ну вот если например брать вот этот блеск вот этот вот этот мне ближе и вот так на руке и темный вот такой вот с какими-то вкраплениями золотых таких частичек уже темный тоже эстрада и 203 оттенок я такие называю страшные оттенки многие смеются но для многих они действительно страшны потому что не все например рискуют наносить такие оттенки например на губы я спокойно ношу не стесняясь вот также как и яркие макияжи я не стесняюсь носить на улицу мне наоборот комфортно вот такой вот оттенок в общем вот такая подборка для губ у меня получилось и для глаз подборка получилась достаточно интересно давайте немножко вот так вот отодвину чтобы вам было плюс-минус видно вот вот для губ и для глаз получилась очень интересная такая подборочка как раз таки знаете здесь есть и осень но в основном осень все таки вот несмотря на то что у нас еще как бы лето продолжается еще впереди август целый тридцать тридцать один день августа но уже потихонечку такое уютное теплое осеннее настроение напишите как вам косметичка вот на этом я буду завершать свой обзор на данные так сказать на данную тематику видео да поэтому не забывайте подписываться добавляться в телеграмму на дзен чтобы не потеряться потому что если youtube заблокирует то потом будет найтись уже гораздо тяжелее вот на этом буду с вами прощаться всем большое спасибо за просмотр увидимся в следующих видео и все пока пока